Расскрининг 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 безлокачественные опухоли различного генеза. Это может быть как рак, герминогенные опухоли, незрелая тератома, дизгерминома, хориум-карцинома, грымлозоклеточные опухоли, опухоли с клетоксиртомли ледига. И также к опухолям яичника относятся различные поражения яичников вторичного генеза, когда первичным у нас является полурактальный рак, рак желудка, рак молочной железы. В редких случаях это может быть лимфома. И что у нас относится к основным методам диагностики опухоли яичников? Говоря о методах диагностики, я имею в виду в том числе и дифференциальную диагностику. Основной это методы визуализации, различные прогностические модели, о которых я скажу ниже. Также это биомаркеры и как основной метод установки окончательного диагноза это диагностическая лабороскопия. Методы визуализации. Ну это всем известные звуковые исследования, МРТ, ТТ и ПТТ. Однако основная роль все-таки у нас отдается методу УЗИ. Прежде всего исходя из того, что этот метод является простым, недорогим, общедоступным, что немаловажно в нынешней ситуации. И УЗИ-исследование, или звуковое исследование, в частности трансвагинальное, оно рассматривается как стандарт первой линии визуализации. И здесь большое значение имеет квалификация врача. Так выделяют врача-практика первого уровня, врача-практика второго уровня. Это врачи, которые проводят гинекологические осмотры, но у врача-практика первого уровня количество этих осмотров не такое большое, составляет около 300 исследований в год. У врача-практика второго уровня эта цифра уже выше. И основное значение здесь отдается врачу-эксперту. Это практикующий врач, который тратит большую часть времени на гинекологическое УЗИ, и часто они являются преподавателями, обучают специалистов в данной области. И для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей чувствительность и специфичность этого метода, именно УЗИ в руках эксперта третьего уровня, она довольно высока. Что надо сказать, что существует система оценки для УЗИ, и, кстати, эта система оценки УРАЦ, она доступна также и для МРТ, и она описана в том письме, которое я озвучила выше, для гинекологов. Она была принята в 2015 году и включает в себя расчет наличия риска о злокачествлении опухоли, скажем так. И мы видим, что у нас здесь имеется уровень УРАЦ-1 и УРАЦ-5, что означает высокий риск развития опухоли яичников, высокий риск организации, более 50%. И также она подразумевает непосредственно рекомендации, что должен сделать доктор, гинеколог или гинеколог, специалист по УЗИ при наличии высокого риска рак яичников. Это непосредственно направление пациентки к гинекологу-анкологу. Другая модель, разработанная в 2014 году, это модель ADNEX. Она включает в себя клинические прогностические факторы, это возраст пациентки, также менструальный статус, уровень СА-125, но можно не включать его, и различные ультразвуковые прогностические факторы. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ